Держ заказ по сдаче сбожи в регионе выконаны больше, как на полову от доведенного задания. Аграры поставили на элеваторы амаль 70 тысяч тонн. Дмитрий Котов наведал предприемство «Калинкович и хлебопродукт» и доведался, как ведется контроль за якостью и забеспечивается заховывание нового ураджаю. У супрационников предприемства «Калинкович и хлебопродукт» зараз, как и у механизаторов, гаража пора. Господарки привозят опошние центнеры собранного ураджаю в кошт держ заказу. За сутки тут принимают около 2000 тонн сбожжа. Это приблизно 100 машин. Режим працы круглосуточный. Напруженные умовы не отменяют строгих потребований по якости. У любой час обовязковый жорсткий контроль. У лаборатории проверяется вильготность, отсутность шкодников, смеття, отповедность к колеру и паху. Мы распределяем уже, куда отправлять. Сухое, средние сухости, влажное, либо сырое. И уже доводим до кондиции. Бывает, на продовольственные показатели зерно не проходит. То есть мы принимаем его хуражом. Урожу более, скажем таки, пониженные требования по показателям качества. Предприемство обслуговывает переважно Полесские регионы. Ельский, Петриковский, Лельшицкий и Житковицкий. Але некоторые культуры, в залежности от их наявности в господарках, могут привозить из инших районов. Умешальность элеватора 64 тысяч тонн. Зараз он загруженный на 60%. В любом случае, урожай лучше, чем в прошлом году. Качество в начале уборки было получше. Сейчас пошло немножко похуже. Пошло больше в урожай. Доведенный план поддержки заказа для предприемства 23 тысячи тонн зерня, пшеницы и жито. Задание выконано приблизно на 70%. По разликах аграриям необходима еще колеса Медион. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичу.